Привет всем любителям покушать вкусненько! Сегодня мы уже в новой стране и на новой кухне. Если она вам понравилась, ставьте лайки. Вообще-то мне лично очень нравится, очень стильно. И во честь этого сегодня я хочу вам показать очень вкусный и очень легкий рецепт печенька. Раньше я специально ездила в Старбакс и покупала чашечку кофе. И покупала именно этот вид печенья, потому что мне он безумно нравился. И если честно, я думала, что он очень сложно делается. Но сегодня я вам покажу, что это не так. Мы разрушим этот миф и их сделаем. Погнали! В наших печеньях нам нужно вот сливочное масло, которое уже комнатной температуры, чтобы оно было мягкое. И к нашему сливочному маслу мы отправляем сахар. Я буду добавлять где-то 120-150 грамм. Не буду добавлять много сахара, потому что у нас в печенье будет шоколадные дропсы. И чтобы было непритерно сладко, чтобы так жопа не слиплась, нам нужно как бы немного добавлять его. И вот так нам сейчас нужно все это перемешать. Я перетерла уже масло со сахаром. И на данном этапе я добавлю яйцо. У меня оно тоже комнатной температуры. И это все тоже доводим до однородной консистенции. Теперь все это у нас она бомбуча получилась. И я добавляю муку. Обычную, самую простую, которую вы найдете в магазине. Она у меня уже просеяна. Мы ее вот так чинг отправили. И чтобы наши печеньки получились сверху такие хрустящие, а внутри мягкие, я добавлю кукурузного крахмала. 10 грамм всего лишь. Чуть-чуть. Вот. И это все мы перемешиваем. О, забыла. Ванилька. Кстати, как здесь называется ваниль? Ванилька. Миленько так. Добавляем по вкусу. Я лично люблю больше ванили, поэтому я ее добавляю чуть побольше. Ой, запах такой сразу. Ванилькой. Вкусно-вкусно. Сейчас это все перемешиваем. И после этого я буду добавлять шоколадные дропсики. Вот какое у нас тесто получилось. Оно мягкое, оно прилипает пальчиком. И на данном моменте я добавлю чуть-чуть соль для баланса. Реально чуть-чуть, это маленькая-маленькая щепоточка мы добавляем. И вот так тоже сейчас все это размешаем. И наше тесто практически готовое. Это даже ребенок может сделать вот эти печенья. Они очень-очень легко делают и очень быстро. А самое классное, что тесто можно заморозить в морозилку. И когда вам захочется что-то вкусненькое и свеженькое, вы можете достать и их выпить. И сейчас я буду добавлять дропсы. Если тот, кто не знает, что такое дропсы, это уже готовые кусочки шоколада. В моем случае это черный шоколад. И, подождите, потеряла белый шоколад. И отправляем побольше. Очень много добавляем. Так, чтобы повкусненько наверняка. И я в наших печеньях добавлю вот такой дробленый миндаль. Вы можете добавить либо греческие орехи, ну, то, что вам больше нравится. Я люблю, когда с миндалем. И добавляем тоже миндальная крошка. И все это мы перемешиваем. Если у вас нет шоколадной дропсы, потому что они продаются не в каждом магазине. Они продаются чаще всего в кондитерских. Ну, специализованные. То вы можете просто взять обычный шоколад. Его с ножом надрубить на мелкие-мелкие кусочки. Те же самые дропсы вы получите. Просто понадобится чуть поиграться, скажем так. Наше тесто готово. Сейчас застелим наш маленький противень. Потому что здесь у нас беби микроволновка. Беби духовочка. И нам нужно сделать уже печеньки. Ну, то есть сформировать вот такие кругленькие шарики. Я буду брать где-то вот такая ложка. Берем. Ну, чуть меньше. Вот так быстренько между ручками делаем. Получаем вот такой шарик. И оставляем на противне. Вот такие шарики вы можете лучше, ну, форму, размер, то, что вам больше нравится. Маленькие, большие. Я сделаю два размера. То есть одни большие и одни маленькие. Сейчас я их вот так поставлю на противне. И отправлю в морозилку где-то на минут 15-20. И после этого уже будем выпекать. Главное, на высокую температуру. Где-то 150-160 градусов. Потому что если вы сделаете на очень сильную духовку, сами печеньки не растянут, они не растекутся и они станут как грибочки вот такие. Вот такие у нас шарики получились. Сейчас отправляем в морозилку и мы с вами встретимся минут через 20. Ребята, прошло 20 минут. Давайте посмотрим на наши шарики. Вот они. Показываю. Теперь их можно спокойно взять в руку. Посмотреть на наших красавчиков. И сейчас мы их отклеим. Так как у меня противень очень маленький, потому что у меня бэби-духовочка. Я половину заморожу, а половину на черный день. Когда хочется что-то вкусненькое, вот я возьму и себе их приготовлю. И половину я сделаю сейчас. У меня получится 4 маленьких печеньки и 4 больших. Сейчас наша цель поставить печеньки достаточно далеко друг от друга. Потому что они, когда мы их положим в духовочку, они растают. И они увеличатся в диамет. То есть они станут где-то вот такими. И чтобы они не прилипли друг к другу, нам нужно расстояние, чтобы было между ними хорошее. Я буду выпекать на 150 градусов минут 15-20. Отправляем. Какая она классная, маленькая такая. Как игрушечная просто. Все, увидимся с вами, когда не будет это. Наши печеньки готовы. Я их пекла где-то 15 минут. И я хочу вам показать, какие они шикарные. Ну, то есть, смотрите, вот эта большая, какая она получилась. Реально, это просто печенище. Сейчас я их раскрою. Покажу вам внутри, сколько тут орешков, сколько здесь дропсами есть. Это просто класс. И сейчас я их, конечно, попробую. Потому что такой изумительный запах здесь. Просто вы себе не подставляете. Очень хрустящий снаружи. И внутри просто мягчайший. Чувствуются орешки, чувствуется ванилька, шоколад. Просто класс. Сейчас пойду заваривать себе чайчик. Я сяду на любимый свой диванчик, включу любимый сериал. И буду просто наслаждаться ими. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Пока.